Хорошо. Давайте здесь посмотрим. Здесь несколько из тем, на которые надо обратить внимание. Давайте начнем с двойственного. Здесь есть двойственное. Как у нас двойственное? То есть у нас есть единственное число в арабском языке. Множественное мы с ним сталкивались. Двойственное, по-моему, еще не было. То есть это, ну, там, может, так мы, между прочим, упоминали. Значит, образуется достаточно легко, в отличие от лунного множественного. То есть здесь все легко. От единственного числа, то есть вот, например, у нас китаабун. Берем основу без танвина или без окончания китаабу и добавляем в конце а-ни. А-ни. Ну, так как Алиф перед собой не хочет видеть ничего, кроме фатхи, поэтому будет тут тоже фатха. Кита-ба-ни. И здесь важно, что это врафа. То есть признаком того, что это слово стоит как бы в именительном падеже врафа, это вот это Алиф. Алиф говорит вдвойственное, что это, ну, как бы, именительный падеж, да, например, как мы здесь видим. Если это женский род или вот наличие тамарбуты в конце мы видим, тогда при присоединении вот этого а-ни в конце тамарбута превратится у нас, ну, имеется в виду женский род, да, чтобы не быть, когда есть тамарбута, я имею в виду, это как обычный женский род. То есть это тамарбута будет превращаться в обычный та. Например, медрасе-тун, да, у нас при присоединении Алиф и Нун с Касрой будет медрасе-та-ни. То есть та никуда не теряется, она просто модифицируется в обычный та. И в падежах, то есть если у вас, например, будет джар или нас, да, то есть уже какой-то другой падеж изменяться, то вот это Алиф в двойственном просто меняется на Я, только буква, а голосовка перед ней остается также в фатха-гзде. Получается, а-ни поменяется на а-ни, а-ни, да, так как вот эта буква перед этим окончанием будет с ватхой оставаться, и перед ней Я, Алиф поменяется на Я. Например, кита-бэ-ни, кита-бэ-ни, кита-бэ-ни. Напишу вам тут. Кита-бэ-ни. И здесь внимательно, что часто путают, что смотрят, а Касра это маджрур, нет. Касра здесь вообще ни при чем, видимо, она в любом случае будет с Касрой. Тут важно посмотреть на букву, которая перед нун. Кита-бэ-ни, кита-бэ-ни, мэ-дро-сэ-тэ-ни, мэ-дро-сэ-тэ-ни, например. И в двойственном числе вот эта нун, которая здесь, она как бы показывает, или это примерно то же самое, что, ну, или схоже, потому что она с артиклем не исчезает, как обычный Танвин, он у нас при присоединении артикля там уходит. А вот эта нун, она как бы схожа с Танвином по своей какой-то функции. Там даже в арабе иногда говорят, что... то есть оно схоже с ней. И когда мы знаем, что, например, когда мы построим Илафу, помните с вами Илафа у нас как строится, что Мудаф обязательно отсутствие Танвина и там артикля. И вот если у вас первое из слов приходит в двойственном или там множественном, правильном, где там уна в конце, там, да, бывает, например, то вот эта нун будет усекаться, потому что она как будто то же самое, как Танвин в единственном числе. И потому, например, если хотим сказать, ну, одна книга учителя, мы скажем китабульмуаллими, да, то есть, например, одна книга учителя. Так, китабу, тут будет вот этот артикль, не артикль, а бабма показывает падеж или там фатха, вот огласовка. А когда у нас две, когда у нас китаба не было, и усекается здесь нун, видите, здесь нун уже нету, то есть китабальмуаллими. Вот это, конечно, здесь другой момент, что когда у нас при чтении такой конструкции, у нас встреча двух сукунов, и как бы алиф уже не читается, мы не тянем китаба, да, а китабальмуаллими будет. И здесь важно заметить, да, что это двойственно. Вот с этим понятно здесь? Вопрос у кого-то есть? По двойственному, как оно, что делается? По сути, здесь все легко, да, тут нету как во множественном, там правила ломаные, не ломаные, вам это все не важно. Там есть свои моменты, когда там какие-то гамзы в конце, или там слабые, но это пока, если оно тут не упоминается, то есть там могут тоже быть какие-то немножко такие, типа, сложности, особенности. А вообще, если слово вот такое прям в конце обычная буква, или даже там арбута, как мы видим, никаких сложностей не бывает, добавляйте алиф и нун в конце, и все. Или я и нун, если это падеж, и все. Да, китабэйни. Китабэйни в каком случае? Ну, допустим, падеж, вы говорите в двух книгах, тогда говорите фель китабэйни. То есть не говорите фель китабэйни, потому что это в книга. как бы в книге, в книге, как сказать, в две книги. Вам надо в двух книгах, да, то есть падеж поменять. Вот когда меняете падеж, тут уже, мы, например, говорим китабун, китабин, китабэн в единственном. А в двойственном уже будет как бы, ну, три падежа остается, но выглядит оно два одинаково, да, то есть китабэйни, китабэйни, китабэйни. То есть совпадает носоп и джар совпадает по форме. Да, например, ну, напишу вам, чтобы было понятно, когда оно, например, фель китабэйни в двух книгах. Или, если скажем, например, ахазду. То есть я взял, и надо сказать, кого что, да, то есть, например, ахаздуль китабэ было бы. А так скажите, аль китабэйни тоже. Я взяла две книги. То есть уже будет ахаздуль китабэйни. Вот, здесь падеж, вот говорит, вот это я говорит о падеже. Да, то есть в единственном падеж указывает огласовка конечная, как правило, да. Во множественном там тоже бывают моменты, не только огласовка, а в удвостенном это а, да, алиф или я. Угу, еще вопросы здесь по этому. Чувствую, кому-то непонятно, давайте, потому что потом, тут эта тема не очень там в каждом повороте светлится, поэтому, что вы поняли. Есть вопросы? А вот, допустим, я взял две книги учительницы, учителя. Это бы и не будет, да, без нос? Ну, мы забираем, то есть учительный. То есть мы забираем... Время, ахазду... И тоже, ну, уже, допустим, у нас артикель, те же правила по этому, по идафи, просто внимательно, что нун вот здесь, в этом двойственном, это как будто тонвин, да, поэтому он заберется. Ахазду, кита, и уже будет бэ, е, и нун не пишем, то есть кита бэй, альмальными. Единственное, что здесь будет еще маленький нюанс, так я вот сейчас его здесь возьму отдельно, потому что он уже встает на кучу, все. И здесь вам отдельно я напишу. По поводу вот этого, допустим, примера, ну, как бы здесь еще одно правило связывается, да, а именно увеличу. А когда у нас вышло вот здесь теперь, вот как в этом примере, кита бэй, альмальными, да, я вам сказала, что когда у вас долгий получается, то у нас есть правило, что как бы в аслировании, что если перед долгим, если после долгого, который в конце слова, приходит слово с артиклем, то вот этот долгий, он сокращается до огласовки, да, то есть мы уже не говорим кита бэ, говорим просто, это единственный, как бы, вариант, когда долгий харф не читается при васлировании, да, в конце. То есть, по сути, в других случаях мы его нигде упустить не можем. А здесь вот в этом примере уже когда это, ну, и тут был рафа, да, то есть мы просто сокращаем его в произношении, но, подчеркиваю, не на письме, на письме это альф есть, мы сокращаем, как бы, дофатхи, кита бэй, альмальными, говорим, да, то есть мы говорим кита бэй, альмальными. Например, в таджвиде там есть такое понятие, как набор, чтобы показать, да, кита бэй, альмальными, то есть немножко выделяется, потому что вроде бы мы забрали, и буквы нету, а именно эта буква и указывает на двойственность. Да, ну, можно, конечно, если мы скажем, например, ну, в контексте понятно, что это не именительный падеж, а тут фатха, да, то есть фатха как бы подсказывает, что это вроде, ну, двойственное, если там подразумевается именительный падеж. Ну, могут, можно воспринять на слух, как ошибка. Вот, а здесь у нас уже получается кита бэй, у нас уже недолгий, у нас идет, ну, харфлин, да, как такой дифтонг фатха, и потом я. И теперь что у нас получается? Это как сукун. И вот тут лям, тоже сукунам, да, потому что это артикль. Тут сукун и тут. И в этом случае уже мы не скажем ахасту кита бэй иль муаллими, да, то есть два сукуна подряд, поэтому здесь вот вылезет, что мы поставим здесь касту во встрече двух сукунов. Ахасту кита бэй иль муаллими. Помните, у нас тоже было с, с, та часто там женского рода, когда после нее выходит, когда после нее выходит, например, Ахазет, Ахазет, Ана, например, Ахазет Аль-Китаб. То есть Ахазет Аль-Китаб. Она взяла книгу. Здесь сукун вроде должен быть. И получится кастра. Ахазет Аль-Китаба, чтобы не встречалось два сукуна. Здесь вот то же самое, будет кастра, потому что кастра у нас это основная голосовка, которая в этом случае появляется. Понятно здесь, сестры, вот этот нюанс с этими сукунами? Да, хорошо. Кому-то непонятно? Да, да, да. А есть те, кому не ясно? Хорошо, если пока всем понятно, идем дальше. Так, сейчас. Включитесь двойственно и с сукунами. Разобрались. Субтитры создавал DimaTorzok